Здравствуйте, в эфире телеканал Вайтон ТВ, программа «Тема дня». Ведущий сегодня я, Александр Гурарье, и сегодня мы снова говорим о телефонных мошенниках. Мы уже неоднократно в наших программах обсуждали эту больную тему. Множество людей в Израиле пострадало от их действий. Телефонные мошенники, которые представляются либо работниками банков, либо работниками кредитных компаний, либо в последнее время стали представляться работниками Службы национального страхования Битуа Хлеуми. На связи с нашей студией пресс-секретарь израильской полиции майор Михаил Зингерман. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, во-первых, мои поздравления. Поступило сообщение о том, что отдел кибербезопасности полиции Израиля арестовал мошенника, который занимался вот этими самыми изощренными вымогательствами при помощи технических средств. Что было, расскажите. Да, вы знаете, было арестовано подразделением по борьбе с киберпреступностью управления ЛАВ-433. На данный момент было арестовано три человека, трое подозреваемых. И все дело началось, опять же, вот как я и раньше рассказывал, с жалобы определенной женщины, к которой обратились эти преступники, опять же, с просьбами выудить деньги, получить деньги, перевести деньги на счет, сотрудничать со следствием. То есть все эти вопросы, как бы все эти просьбы вы уже знаете, и те граждане, которые нас сейчас слышат. Гражданка обратилась в полицию. Причем, вы знаете, очень здорово она сделала, и вот мы, в принципе, поэтому и просим, постоянно призываем граждан обращаться в полицию. Она не порвала связь с преступником, с подозреваемым. Она обратилась в полицию, потому что у нее возникли подозрения. Подозрение, что-то здесь происходит не то. И она сразу же пошла в полицию, рассказала, что этот человек договорился с ней и попросил у нее передать ей, так сказать, курьерским образом, наличные деньги, которые она должна снять со своего счета, чтобы он перевел куда-то для того, чтобы содействовать, так сказать, ведению следствия, помогать, и чтобы ее счет оставался в порядке. Эта женщина обратилась в полицию. Эта жалоба, она дошла до отдела по борьбе с киберпреступностью ЛЯВ-433 практически моментально. И здесь уже началась разработка. Разработка оперативная, технологическая, как это делается и во многих художественных фильмах, которые вы видели, наверное, которые граждане видели. И технологическая, и оперативная разработка, и подозреваемый, первый подозреваемый был арестован, был пойман на горячем. То есть вот этот самый курьер, который пришел к ней за получением денег, с которым она встретилась, он был арестован, задержан? Он был задержан на горячем, как я уже сказал, во время передачи этих денег. Это первый арестованный, который был задержан буквально неделю назад, ему продлен арест до завтрашнего дня, еще неделю назад. Во время разработки этого товарища мы вышли еще на одного подозреваемого, который действовал вместе с ним. Он также был задержан, затем арестован, ему также продлен арест. В продолжении следствия, естественно, и продолжалась и оперативная деятельность, и следственная, технологическая, мы вышли на подозреваемого, самого главного подозреваемого, руководителя этой небольшой группировки, состоящей из трех человек, которые, я также повторюсь, действовали из Израиля. Житель населенного пункта Хариш, который был действительно центром, центром этой группировки. Вчера он был арестован, в его доме был произведен арест. И я вам скажу, что та технология, то оборудование, которое было найдено, был проведен обыск, и я вам скажу, что то, что было найдено у него в квартире, оборудование, конечно, я думаю, что мы еще будем некоторое время изучать. Изучать это оборудование, потому что действительно оборудование и технология очень высокого уровня. А для чего вот нужны вот такие, такое оборудование? Казалось бы, чего проще, позвонил по телефону, сказал, представился, развел и дальше. Зачем нужно вот такое дорогостоящее оборудование? Вот, конечно, очень важный вопрос. Вы помните, я вам рассказывал, что это преступная группировка, это международная, международная преступная группировка. Мозг этой группировки, весь центр этой группировки находится в одной из стран. Я не хочу, так сказать, сейчас накладывать ярлыки ни на какую страну, ни в коем случае. Скажу так, что это одна из странной Восточной Европы, и там находится весь центр этой группировки. И звонки, звонки происходили именно оттуда, из-за границы, как вы помните и знаете на русском языке. И эта технология, которая задействовалась израильтянами, которая находилась в Израиле, она позволяла подозреваемым преступникам, которые действовали из этой Восточноевропейской страны, делать так, что человек, жертва, которая получает телефон от них, он видит, у него на экране высвечивается, секундочку, высвечивается номер, который однозначно практически похож, практически однозначно на номер или полиции, или банка, или номер какой-то кредитной компании, тем более безопасности этой компании. То есть вы понимаете, это оборудование, которое задействуется и во время мобильной связи, которое задействуется в очень таких высоких технологиях. Это то оборудование, которое было найдено у этого жителя Хариша. И часть этого оборудования была найдена, кстати, у арестованного, о котором я вам рассказывал несколько дней раньше, который был задержан в Кетахтикле. Михаил, а вот это все как бы одна такая единая группировка? Или здесь действует несколько самостоятельных, как бы похожих? Еще же есть такой термин, по-моему, вы же в одной из наших программ говорили, что преступник, как в любом виде преступлений, сразу начинает копировать эти преступления. То есть сначала выявляется какая-то технология преступной операции, и потом сразу же появляются, так сказать, повторения. Что вы можете сказать об этом? Это единая сеть или это раздробленная? Я вам скажу так, что это очень хитрое, очень умное, очень высокотехнологичное, очень современное, очень жесткие преступники, которые действуют очень умно и, естественно, ни одной какой-то группой. То есть они действуют очень профессионально с их точки зрения, и мы, конечно, видим, что они действуют профессионально. Это разрозненные группы по три, по четыре человека, которые, руководство которыми осуществляется, как я уже сказал, из определенного центра, который находится в этой восточноевропейской стране. И поэтому, конечно, здесь и та, конечно, тяжесть, насколько нам тяжело и непросто действительно производить следствия и производить аресты этих преступников, которые так действуют. Вы понимаете, дело в том, что, ну и вы слышали, то есть мы производим арест. Одну группу арестовали на севере, вторую на юге сейчас, еще одна группа. Причем каждая группа, она нанесла ущербы десяткам людей на большое количество денег, на огромное количество денег. И действовать в плане разоблачения, разгрома таких преступных группировок очень непросто. Как я уже сказал, это очень хитрые, очень продуманно все делающие люди. И я вам еще раз повторю, я как человек полицейский, который в свое время расследовал убийство, я могу вам сказать, что этот вид преступлений, мошенничество телефонное, его расследовать намного тяжелее. И кроме этого, я вам скажу, что вот эти преступления, которые совершили по отношению к гражданам эти подозреваемые, это также убийства. Это можно расценивать однозначно как убийство финансовое, финансовое убийство человека. Вы представляете, здесь были люди, и я об этом рассказывал, были люди, врачи, были представители других профессий, неважно, были люди, пожилые русскоязычные граждане, которые копили последние деньги на похороны, и которых эти преступники оставили без копейки денег. Вы понимаете? То есть это однозначно, это серьезнейшее, опасное преступление. Поэтому здесь, конечно, полиция и проделала сейчас очень профессиональную, очень четкую работу. Это группировка обезвреженного. Вы понимаете, это технология. Я вам еще интересную вещь скажу. Технологию, которую мы все-таки конфисковали у этих товарищей, и особенно у этого подозреваемого, который был задержан вчера в Харише, она позволяла делать так, что преступники настолько входили в доверие к жертвам, то есть они для этого делали все. И что они говорили? Они говорили, вы нам не верите? Откуда мы звоним? Положите трубку, перезвоните нам на этот же номер сейчас. И люди перезванивали. Вы представляете, на тот номер, с которого они звонили, и они попадали обратно к ним. Насколько была задействована современнейшая технология, которая действительно позволяла им это делать. Вот, например. То есть вы говорили, что они перезванивали по тому же номеру. Я вам скажу примерно. Смотрите, например. Подозреваемые звонят из телефона 03-902-11-11. Окей? Телефон очень похож на телефон банка или какой-то, или полиции, или кредитной компании. Вы согласны со мной? Да. Вот. И они начинали постепенно втираться в доверие к жертве. Ну и говорили, вы знаете, вы если хотите, вот перезвоните к нам, вернитесь на этот номер телефона. Жертва закрывала телефон, возвращалась на этот же номер, 03-902-11-11, и попадала к преступникам. То есть это был настоящий номер, как бы, кредитной компании? Это технология. Я понимаю. Это номер, это технология. Но сам номер, это был номер кредитной компании. Нет. Нет. Сам номер, он был похож. Похож на тот номер, который... Нет, Михаил, смотрите. Я вам уже говорил в предыдущих наших программах, что вот я тоже получал подобные телефонные звонки, и мне звонили, у меня в моем телефоне высвечивалось, что это номер службы безопасности кредитной компании, потому что я с ними уже имел дело, и у меня этот номер записан. То есть это настоящий был номер, да? То есть они при помощи технологических средств шифруют свой номер, с которого они звонят, и он становится не просто похожим, он становится идентичным номеру кредитной компании или номеру банка. Смотрите, то, что я вам сейчас рассказал, этот номер, он был похож. Похож на тот номер, который существует и в полиции, может быть, и кредитная компания, и так далее. Если бы граждане позвонили на тот номер кредитной компании или банка, который является официальным, который находится и на сайте интернетовском, и находится в других официальных печатных органах и так далее, тогда бы они, конечно, на них не попали. Понимаете, преступники, чем они занимались? Они брали тем, что действительно человек смотрит, очень похож номер, да, действительно похож номер на кредитную компанию, на полицию, на безопасность, то есть в конце там 3 единицы, 4 единицы, вот такая технология. И плюс, да. И это все понятно, Михаил. Я бы хотел, пока у нас еще не закончилось время, самое главное, еще раз, я не знаю, в 101 раз, скажите, пожалуйста, как действовать человеку, который получает телефонный звонок, и у него есть подозрение, что это мошенники. Каковы действия? Ну, во-первых, смотрите, во-первых, никакого продолжения взаимодействия с ними. Лучше всего это закрыть телефон. Если же вы решили взаимодействовать в определенный момент, очень хорошо об этом подумайте, посоветуйтесь со своими знакомыми, со своими близкими, и пойдите в полицию. Пойдите в полицию, подайте жалобу, что действительно вы чувствуете что-то тут не то. Что-то здесь какая-то вот сидит, какая-то вот, вы знаете, вот у человека сидит какая-то... Череш сомнения это называют. Череш сомнения, совершенно верно. И что-то его гложет. Вот какая-то женщина, вот она обратилась в полицию, представляете, что из этого получилось. Действительно получилось великолепное следствие. ЛАВ-433, то есть обеспрежена группировка, которая могла еще продолжать действовать. Это второе. Третье, это, конечно, то, что я всегда говорю и то, что является однозначным для всех, ни в коем случае по телефону не давать никаких своих данных. Тем более никаких данных счетов, никаких переводов денег по телефону, неизвестно кому, неизвестно с чем. Никогда в жизни ни работник банка, ни работник кредитной компании, ни тем более полицейский не обратится ни к кому по телефону вообще, тем более с просьбой, а тем более с требованием перевести какие-то деньги со своего счета куда-то, кому-то. Непонятно кому в чендже и тем более там еще передавать с подсильным и так далее. Этого не существует в природе. То есть это просто исключено. И, конечно же, свои какие-то коды, свои пароли от аппликаций, которые существуют в банке, аппликации, по которым вы получаете, возможно, с каким-то кодом смс из банка своего, из кредитной компании. Ни в коем случае никому не давать. Ни в коем случае никому не давать эти данные. Если у вас есть сомнения, да, действительно там что-то у вас произошло на счету, закройте телефон, не общайтесь с ними, не разговаривайте. Через некоторое время или пойдите сами в банк, или наберите телефон банка или кредитной компании. Тот телефон, который действительно является официальным, чтобы вам ответили как положено и вы могли решить все свои вопросы. Михаил, спасибо большое. Поздравляю, во-первых, еще раз полицию. Поздравляю вас с Новым годом и наших зрителей. Господа, будьте бдительны. Берегите свои деньги. Они так непросто вам достаются. Не отдавайте их мошенникам. С Новым годом. Берегите себя. Здоровье мира. Спасибо, Михаил Зингерман, пресс-секретарь полиции. А наша программа подошла к концу. До свидания.